1. Областное радио В этой взбесившейся реальности Я по-другому никак не могу назвать Происходящее, действительно Непростая история Сегодня мы посвящаем Нашу беседу с Алексеем Горбуновым Кредитным каникулам Которые называются так И якобы обещаны Обществу Но так ли это, как они работают Кто сможет точно этой историей воспользоваться В общем кредитные каникулы Правда или миф, Алексей Давайте сегодня разбираться Здесь все свои, будем говорить как есть Мифическая ли это история Или абсолютно реальная Для кого она, у кого шансы воспользоваться А у кого, наверное, это не получится сделать Если, друзья, у вас по кредитным каникулам Есть вопросы, смело нам их задавайте Во-первых, есть Несколько вариантов Так называемых отсрочек, рассрочек Которые называются каникулами Сейчас просто это стало Более актуальным И первым об этом заговорил президент Но на самом деле еще в прошлом году Существовала такая мера Был закон, который позволял В случае тяжелого положения В который попадает заемщик Воспользоваться теми или иными послаблениями Сейчас просто вот эта ситуация Приобрела массовый характер Первым об этом говорил президент О том, что нужно сделать И решить вопрос с лицами И людьми, которые попали В определенные ситуации жизненные Связанные с коронавирусом И одновременно на них лежат Обязательства кредитные Значит, после чего был разработан И внесен законопроект Принят был закон Который как раз давал Более-менее понятную картину О том, как людям себя вести После того, как появился этот закон Сразу же возникли вопросы Многие не могли им воспользоваться Из-за размеров Которые были зафиксированы По поводу кредитов И после чего сразу же Внесены были изменения Вот сейчас В последней трактовке Какие существуют По крайней мере Размеры применения Это 4,5 миллиона Для Москвы 3 миллиона Для Московской области Санкт-Петербурга И Дальнего Востока То есть, это Хабаровс Читая в ту сторону Значит, до 2 миллионов Для остальных регионов Это касается ипотеки Для нашего в том числе Это касается ипотеки Значит, сразу определюсь Или уточню Что речь идет Не об остатке Не об остатке Все время спрашивают Речь идет об остатке Или о сумме О сумме, которая прописана В договоре Которой вы именно взяли кредита Речь мы сейчас Сейчас я озвучил Суммы по ипотеке Дальше По поводу потребительского кредита Для физических лиц С 250 тысяч До 250 тысяч Для ИП 300 тысяч На размер кредита На приобретение автомобиля 600 тысяч И по кредитной карте До 100 тысяч рублей Значит, речь идет Именно о той сумме Которую вы взяли Зафиксировали Прописали в договоре А не та сумма Которая у вас осталась Вот Это цифры Которые прописаны Сейчас мы говорим Именно о законе Значит, в данной ситуации Мы, получается, говорим О законе прошлого года Он до сих пор действует Не отменен Это если вы по этим кредитам Не попадаете По этим суммам Потом А не попадаете В том смысле, что Превышает сумма По каким-то критериям Вы не попадаете По критериям Например, у вас другой вид Либо вы превышаете Либо другой вид кредитования И еще Именно вот этот закон Обращает внимание На те кредитные Обязательства Которые до 3 апреля Вами Оформлены То есть, если вы попали В ситуацию Когда, например Вы подали заявку У вас были рассмотрения Подписание кредитного Договора У вас случилось После 3 апреля Вы именно в этот закон Не попадаете Но Значит Еще до того Как Точнее сказать Когда президент Уже озвучил Но у нас же там Определенные Временные Идут Периоды Процедуры На принятие На разработку На согласование На вступление в силу То есть, только в марте Президент об этом заговорил А закон вступил в силу Только 3 апреля И плюс еще Произошли уточнения Позже Значит Банки разработали Свои методики Некоторые свои По крайней мере Сбербанк ВТБ Вот эти ключевые игроки Альфа-банк Они разработали Свои варианты Послабления В те или иные стороны Даже более иногда Лояльные Или, например По ситуациям Которые не попадают Сейчас Под принятый закон Да Под принятый закон Да Получается Общих каких-то условий Нет Все зависит от банка Общие условия Я озвучил Общие условия Это закон Прошлого года И общие условия Которые мы сейчас Будем проговаривать Именно по закону Да По закону Просто я говорю о том Что если люди Когда слушали эфир Когда смотрели Другие СМИ Когда где-то читали И не увидели Своих условий Не нужно отчаиваться Нужно уточнить Либо обратиться в банк Либо на горячую линию Либо посмотреть Непосредственно на сайте Вот непосредственно Перед эфиром Я пробежался По ключевым банкам И многие из них Предлагают Именно какие-то Другие варианты Дополнительные Даже многие из них Прописывают Что получение Кредитных книг По закону Такому-то такому По закону Такому-то такому Или просто Пишут Предоставление Каких-то кредитных каникул Разработанных По программе Сбербанка Например Или по программе ВТБ Или по программе Уралсиба Такой-то Такой-то То есть это отдельная Вообще Программа Которую непосредственно Сам банк Предлагает В качестве Лояльности И проявления Своих Ну своего расположения Клиентов А вообще вот сам термин Кредитные каникулы Что он подразумевает? Это скорее Просто бытовое название Такое Которое касается Непосредственно Большего Понимания Что ли Для людей Почему каникулы Называются? Потому что там заложен Определенный срок Который Говорится Не более шести месяцев В рамках этих шести месяцев Гражданин Может воспользоваться Либо всеми Всем этим периодом Либо же В рамках него Назвать какой-то Период Который ему Интересен А мне вот интересно За вот эти шесть месяцев Гражданин Он получает Право От срочки платежа Но при этом Проценты На кредит Продолжают начисляться Или проценты тоже Банк не начисляет Значит Есть Несколько вариантов Один вариант Это он не совершает Ниаких платежей Вообще Ноль Есть вариант Когда он платит Минимальную сумму Там от 10 До 30 Процентов Своего месячного Платежа Значит И соответственно По поводу Начисления процентов Как предусмотрено Нормативом Проценты раскидываются На весь остальной Период То есть за этот период Вообще ничего не происходит Не происходит Начисление пеней Не происходит требования Досрочного погашения Не происходит начислений А вот эти все условия Они уже прописаны Где-то в нормативной Документах Или это на усмотрение Каждого банка Значит Непосредственно Гражданин должен Подать заявление Многое Что Будет касаться Рассмотрения Прописывает он там То есть в том числе И период И условия Которых он говорит То есть может быть Индивидуальный Какой-то подход Да Он например Пишет что Я не могу вообще Нисколько платить И пишет ноль Либо же он пишет Я готов платить 10% Вот В течение пяти дней После того как он обратился Банк должен рассмотреть Его заявление Законно предусмотрено Что отсрочка Предоставления документов Подтверждающих До 90 дней Существует Но В самом заявлении Он либо пишет Срок На который он просит Эти каникулы По умолчанию Шесть месяцев Сразу включаются Если он говорит Например Мне достаточно Трех месяцев Четырех месяцев И должен прописать Как он собирается платить Он не будет платить Вообще ничего То есть ноль В кавычках рублей Либо же он пишет Процент соответственно К своему платежу После этого Уже там дальше идет Какое-то Перерасчеты Имеет ли право Банк в принципе Отказать Вот в этих каникулах Или законам Такого не предусмотрено Банк может отказать Потому что есть условия Не на всех это распространяется Банк однозначно рассматривает На кого не распространяется Кто точно не сможет Воспользоваться этой историей Вот я уже озвучивал об этом И первое что хочу сказать Кредит должен быть получен До 3 апреля 2020 года Это единственное условие Первое Да Второе Нет не единственное условие Второе Значит сумма кредита Должна попадать Именно в те рамки Которые я озвучил По тому региону Где получен кредит Обращаю ваше внимание Не там где гражданин прописан А там где он получил Если он прописан в Москве А получил кредит В Новосибирской области То расценки будут Соответственно Размер будет Именно привязан к сумме Которую он получил А на секундочку Отличемся Как вы думаете С чем связана Вот эта градация По суммам Я думаю Здесь Была произведена Оценка Именно Финансового состояния Людей Так как мы здесь Говорим про ипотеку Какой-то средний показатель Видимо да Про ипотеку да То и привязка была Конечно к стоимости Недвижимости То есть Сначала же Единая цифра была Написана полтора миллиона И сразу же Возмутились люди И пошла волна Как раз возмущения Что полтора миллиона В городе Барнауле Это не те полтора миллиона В Красоте Или в Москве Или в Питере Это все Поэтому Да Сразу же произошли Изменения Уточнения Которые Вот В этих суммах Проявились То есть Здесь речь не о стоимости Квартиры Которую вы купили То есть Если вы там Не знаю Какую-то сумму свою Внесли И потом Получили банк Именно стоимость Ипотечного кредита Который у вас В договоре прописан Который вы получили Значит В оценку идет Вот это Дальше еще Какой момент Ключевым показателем Объявляется Показание Снижения своего дохода То есть У вас Должны быть документы Либо о снижении Своего дохода Либо о постановке На учет В качестве безработного Либо о нахождении Вас Длительным Больничной Нитровоспособности Вашей Или уходе За ребенком Своим Либо иные документы Подтверждающие Что у вас Кардинально Изменилось Обстоятельство То есть Тот факт Что вы Просто находитесь В этом временном Периоде Который Который Нас всех Охватил То есть Для тех Кто работает Это какая-то справка Три НДФЛ По-моему Из бухгалтерии Три НДФЛ Бухгалтерии Если вы работаете Если вы Самозаняты Соответственно Из личного кабинета Делаете распечатку И многие банки Идут на возможность Оформления Так же Как многие Когда получают Ипотечный кредит Предоставят справку По форме банка То есть Вы получаете Справку То есть Непосредственно В банке Получаете ее Либо скачиваете Сайты Либо получаете В банке И за подписью Работодателя Либо лица Которые вам Перечисляют Денежные средства Там не знаю Например Вы находитесь На договорных отношениях Гражданско-правовых Вы этот документ Можете предоставить Банки Такую возможность Предлагают А не получится ли Что в связи С большим Количеством обращений В банке Банки действительно Начнут массово Отказывать В этой истории Основываясь На каких-то Законных Статьях Основываясь На чем-то Четком Позволяющем Им отказать Обращающимся Ну смотрите Ключевой момент На который Обращают внимание Как раз Представители ЦБ Во-первых Эльвира Набиулина Как раз Говорила о том Что идет Увеличение Вот положительных Обращений Подтверждение заявок И наоборот Для них Это считается Положительной тенденцией Это первое Второе И банки И Центробанк Поясняют о том Что это не отмена Ведь кредита Это всего лишь Отсрочка Временная То есть В данной ситуации Вы не освобождаетесь От платежей Платежи За эти 6 месяцев Из вашей кредитной Истории Из вашего Тела кредита Не вычеркиваются Они просто Отодвигаются Они просто Отодвигаются То есть вы Не освобождены Будете От бремени Погашения Этого кредита И самому банку В данном случае Сохранить Клиента Опять же Я смотрю Из тенденции Из того Как ведут себя Банки По крайней мере На официальных сайтах На своих Предлагая Иные Дополнительные Меры Послабления Я исхожу из того Что как раз Банки в этом Заинтересованы Я думаю Что они даже В первую очередь Заинтересованы Потому что Если Опять же В своем обращении Президент сказал Упростить Форму И систему Банкротства То если Это будет разработано И в ближайшее время Появится Вот эта упрощенная Форма банкротства То в любом случае Банки потеряют Гораздо больше Банку Банку этого Совсем не нужно Конечно По ипотеке Там есть страховка Есть Залог Но в конце концов Есть недвижимость Да Но по потребительскому кредиту По банковским картам По кредитным Там Ну какие там Никаких залогов нет Ну в телевизоре придут Заберут Как обычно бывает Ну в данном случае Я не знаю Если исходить Из последнего выступления Главы Федеральной Как раз Службы Приставов Они говорят о том Что Уменьшить Процессы эти Подать Обращение Как раз Законодателям Чтобы они сделали Отсрочку Изменения В законодательстве О том Чтобы сделать Сейчас Послабление По взысканиям По выездам Непосредственно Как раз По кредиторам По блокировке Счетов И так далее То есть вполне возможно Что и в исполнительном Производстве Сейчас произойдут Кардинальные изменения Это все важные советы Или есть что-то еще Для тех Кто планирует Воспользоваться Историей Кредитной каникулы Ну у нас же еще Эфир не закончен Поэтому да Есть что поговорить Ну мы просто нет Мы уже подходим К завершению Поэтому я уточняю Какие-то важные моменты Что еще мы не озвучили Я думаю Что мы сейчас Озвучим И по поводу Предпринимателей Поэтому только По гражданам Мы это говорим Сейчас Но ключевой момент Это Нужно оценить Посмотреть Свои документы По ипотечному Кредитованию Какие у вас Оформленные основания Какие документы Вы можете предоставить Ознакомиться С теми рекомендациями Которые именно Ваш банк Который вам Обращаю ваше внимание Кстати Я к банке Банке говорю Кредитные организации Любые Это распространяется На любые кредитные организации То есть Организации Которые выдают Займы Мелкие И Организации Которые не являются Банками Они тоже подпадают Под действие этого закона Ну и не бояться Лишний раз Позвонить и Проконсультироваться В этих же самых Кредитных организациях Поскольку они В первую очередь Заинтересованы в том Чтобы найти с вами Общий язык И обратиться И заявить свое требование Обратиться с этим требованием Если вы Не видите Например Такой документ Непосредственно У этой организации Ну то есть Банки Везде Так или иначе Формы обращения Уже разместили Если Это кредитная организация Которая у себя Этого не разместила Не определила Такую форму Вы этой формой Можете воспользоваться Как Получив Из любого банка Так и Универсальную Получить На сайте ЦБ Вот такие важные советы Кстати Наша беседа Сегодняшняя С Алексеем Горбуновым Появится во всех Соцсетях Радио 54 В нашей группе Вконтакте В инстаграм Не пропустите Очень полезная информация Обязательно Поделитесь ею С близкими Пусть возьмут На карандаш Первое Областное радио Субтитры создавал DimaTorzok